Итак, что самое важное для полденсера? Это сильный хват, а слабый хват это не приговор. Для вас я собрала любимое упражнение для увеличения силы хвата, но перед этим не забудь подписаться на канал и ставь пальчик вверх, если видео было полезным. Поехали! И первое упражнение мы пытаемся подтянуться, делаем таких 5-10 повторений в зависимости от уровня. Далее пытаемся просто оторвать стопочки и зависать в воздухе, не забывая менять руки местами. Следующее упражнение подойдет и для подкачки пресса, и для хвата крепко-крепко жимаем пилон в ладошках. Также исполняем на две стороны по 5-10 раз. Со временем можно делать более сложную версию. Это ставим одну ручку в упор, а вторую наверх подтягиваем себя и немножко можно разнообразить, делать походочку или волны. Также не забываем про две руки. В следующем упражнении ручки остаются в том же положении, поднимаем ножки наверх. 5-10 повторений на каждую руку. Если пилон будет скользить, не переживайте, просто присоединяйте ручки вверх и крепко-крепко его сжимаем. Вариант еще посложнее. Садимся на пол, пилон между ног. Руки ставим высоко, оставляем пяточки на полу и пытаемся подтягиваться. Не забываем менять руки. Далее для продвинутых крепко сжимаем пилон, напрягаем ноги и пытаемся подтягиваться. При этом очень крепко сжимаем пилончик и держим в тонусе ноги. Не заваливаемся и меняем руки. Что ж, надеюсь, видео было для вас полезным. Не забывайте подписаться на канал и ставить пальчик вверх. Люблю, целую.